Здравствуйте! Это время новостей Сочи в студии Ксения Синявская. О главных событиях расскажем прямо сейчас. Вот некоторые темы выпуска. Не отрываясь от работы, на предприятиях Сочи началась прививочная кампания от гриппа. Какую вакцину используют и всем ли она подходит? Старт учебному году дан. Олимпийский университет распахнул двери для студентов. Какие образовательные программы стали флагманскими в этом году? Вдавил педаль газа в пол. Что стало причиной погони полицейских за БМВ в Хостинском районе? И что теперь ждет нарушителя? Подробности в сводке ЧП. В Республику Беларусь с рабочим визитом прибыла делегация Краснодарского края. Возглавил ее губернатор Вениамин Кондратьев. В состав вошли глава города Сочи, председатель горсобрания, руководители блока ЖКХ и транспорта. В Минске они примут участие в ряде двухсторонних встреч. Делегация Краснодарского края сегодня с рабочим визитом в Республике Беларусь. Планируем посетить несколько предприятий и провести ряд важных переговоров. Беларусь и наш регион давно связывает крепкая дружба и плодотворное сотрудничество в разных сферах. Уверен, этот визит расширит наше партнерство. Краснодарский край и Республика Беларусь уже много лет сотрудничают в разных областях – социальной, экономической, культурной. Ранее Вениамин Кондратьев встречался с премьер-министром республики Романом Головченко в рамках визита белорусской делегации в Сочи. Тогда была разработана совместная дорожная карта по укреплению сотрудничества между краем и республикой. С 15 октября в Сочи появится парковочное пространство. По поручению главы города Алексея Капайгородского на курорте рассматриваются сразу несколько вариантов борьбы с пробками. Один из них – введение платных парковок. Первый этап его реализации в Центральном районе предусмотрен сразу на 10 улицах и в двух переулках. В Адлерском районе – на 4 улицах. Пространство будет работать с понедельника по пятницу с 8 до 20.00. Стоимость – 100 рублей в час в Центральном районе – 80 в Адлерском. Ночью в выходные и праздники – бесплатно. В ближайшее время на местах парковки появятся информационные щиты. Доходы будут поступать в бюджет Сочи. Это позволит направить больше средств на реализацию социальных проектов развития. Не отрываясь от работы, в Сочи сотрудники концертного зала «Фестивальные» прошли вакцинацию от сезонного гриппа. И все благодаря выездным бригадам врачей, работающим по заявкам предприятий. Съемочная группа «Сочи-24» наблюдала за тем, как проходит прививочная кампания. С начала сентября в Сочи стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинацию населения делают во всех взрослых и детских поликлиниках города. По поручению главы города Алексея Сергеевича Капайгородского развернут мобильный пункт вакцинации на площади флага перед зданием администрации города. В целях профилактики гриппа и его осложнений в предстоящем эпидемическом сезоне руководители предприятий могут обратиться в поликлиники нашего города для осуществления выездной вакцинации сотрудников против гриппа. Корпоративная вакцинация в офисе и на предприятии проводится для коллективов от 30 человек. В составе выездной бригады в обязательном порядке присутствует врач, который определяет показания и противопоказания к вакцинации, и медицинская сестра. Прививки против сезонного гриппа делают сотрудникам предприятий из разных сфер. Вакцинацию прошли и работники концертного зала фестивальны. Они взаимодействуют с большим количеством людей и продолжают работать в зиму. Поэтому им особенно важно оставаться здоровыми. Выездные бригады приходят к ним в этом на помощь. Я положительно отношусь к вакцинации, потому что это в первую очередь здоровье, это в первую очередь не ходишь. И это удобно. Спасибо администрацию, что можно заказать бригаду для вакцинации на предприятие, чтобы люди, не отрываясь от своих должностных дел, могли привиться и не стоять в очередях, не ждать. Для вакцинации используют препарат Савигрипп. Инъекцию проводят подкожно. Перед прививкой сотрудники проходят небольшое обследование. Врач измеряет давление и собирает анамнез. Среди противопоказаний – аллергии, респираторные и хронические заболевания. После прививки не рекомендуют замочить и тереть место инъекции. Также следует снизить интенсивность физических нагрузок. По словам врачей, стабильный иммунитет выработается уже через месяц после вакцинации. Милена Бозрикова, Дмитрий Говорков. Время новостей. В Олимпийском университете состоялось официальное открытие нового учебного года. Напомню, что за время работы учреждения знания в его стенах получили более 260 заслуженных мастеров спорта, участников и победителей Олимпийских игр. В новом учебном году в РМОУ действуют три флагманские программы – русскоязычный мастер спортивного администрирования и мастер спортивного управления, а также международный мастер GF Sport Administration. Своими знаниями будут делиться приглашенные профессора из восьми зарубежных стран. В этом наборе у нас 20 заслуженных мастеров спорта и 15 мастеров спорта международного класса. То есть подготовка элиты российского спорта, особенно ребят, которые уходят из спорта, это очень важный переломный момент жизни. Эту социальную функцию, функцию старта на социальной лестнице университета выполняют по полной. Это прям такой шаг большой для спортсменов, что они имеют возможность даже во время тренировок своих, во время спортивной карьеры начать задумываться о том, что будет после спорта. И как раз в РМОУ они предоставляют такие условия для учебы, все возможности. И прекрасное образование для спортсменов, которые в данный момент тренируются, но уже задумываются о будущем. В этом году по всем программам был высокий конкурс. Пять человек на место. Почти 90% слушателей получили гранты на обучение от своих спортивных федераций. Это говорит о том, что грантодатели понимают необходимость обучения для спортсменов, в том числе и во время карьеры. Я работал тренером, был игроком. И с этой точки зрения, с этой стороны я знаю, как общаться с руководством клуба. А вот со стороны руководства, чтобы понимать, что эту взаимосвязь мне очень пригодится в жизни, поэтому я сюда и пришел. Многие спортсмены видят себя в будущем в том же спорте, в каком начали тренироваться. Вот что рассказал в нашей съемочной группе уроженец города Сочи, волейболист Дмитрий Ильиных. После окончания университета я планирую вернуться на свою работу. Это уже именно административный ресурс, остаться в клубе. И в целом мне эти знания должны помочь, потому что я в жизни практик, а я тут хочу получить знания, именно теоретические какие-то прям очень хорошие, которые мне потом в дальнейшем пригодятся, и я смогу их осуществить и внедрить в своей работе. Помимо российских спортсменов в Олимпийском университете будут учиться ребята, которые приехали из Азии, Африки и Латинской Америки. В целом проходить обучение в этом году будут 78 слушателей из 11 стран. Президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер обратилась с напутствием к студентам Олимпийского университета. Всем студентам я желаю успеха, я желаю, ну как он сказал, я желаю, чтобы вам это нравилось, что вы сюда пришли, не потому что так считают, не потому что это престижно, а потому что это необходимо, необходимо вашей дальнейшей работе. В рамках церемонии состоялся ряд подписаний соглашений, а гости Олимпийского университета оставили записи в книге почетных гостей. Ксения Синявская, Алла Матюханова, Дмитрий Петрий, Время новостей. Четверть века тюрьмы получил 50-летний сочинец. Приговор ему огласил Центральный районный суд города. Установлено, что в период с сентября 2017 по февраль 2020 года подсудимый совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей малолетней дочери, в результате чего девочка покончила с собой. Также подсудимый обвинялся в незаконном хранении метадона. Слушания проходили в закрытом режиме. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 25 лет. О том, что еще произошло на курорте, расскажем далее. Водитель каршеринга устроил ДТП и уехал. Авария произошла на улице Невская, 54 в центральном районе города Сочи. Очевидцы дополняют, что водитель второго авто был в нетрезвом состоянии. Пострадавших нет. Бедлеца ждет не только лишение прав, но и дорогостоящий ремонт поврежденных машин и забора. 33-летний житель Оренбурга устроил погоню на улицах Сочи. В Хостинском районе полицейские попытались остановить его для проверки, но мужчина проигнорировал требования и промчался мимо. В результате он был задержан в Адлерском районе. Оказалось, что погоню водитель устроил, так как ранее был лишен прав. Решением суда приезжему назначено 10 суток ареста. В селе Черешня Адлерского района города Сочи произошел пожар, сгорел продуктовый магазин. По предварительной версии возгорание произошло из-за перепадов напряжения в электросети. Пострадавших среди людей нет. На Дублёре перед тоннелем в сторону Ариды произошло ДТП с участием легковушки и фуры. В результате аварии большой груз сложился пополам. О пострадавших не сообщается. В Адлере машина опрокинулась на крышу. Это произошло на улице Ленина. Автор видео предположил, что водитель, управляя легковым автомобилем «Лада», не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, в результате чего машина опрокинулась. Как сообщают очевидцы, в результате ДТП никто серьезно не пострадал. Автомобилисты помогли водителю поставить машину на колеса. Это время новостей Сочи. И вот что дальше будет в нашей программе. Следующая стадия – прокладка коммунальных сетей. В Кудепсте строят новые соцобъекты. Что уже сделано, проинспектировал глава города. Привычный Сочи безналичный. На курорте растет популярность оплаты банковскими картами. А доступны ли такие услуги на пляжах? Закатить шар – не самое главное. Юных сочинцев приглашают в бесплатную бильярдную школу. Как туда попасть? После небольшой рекламы мы вернемся к новостям. Оставайтесь с нами. Приглашаем на обучение с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Оплата после итоговой государственной аттестации. Наш сайт openvus.org. ДС Домат. Создаем культовые образы для идеального мужского гардероба. ДС Домат. Одежда для мужчин, принимающих решения. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника Ура-Про. 300-04-79. Острую боль невозможно терпеть? Алмаг Плюс. Современный медицинский аппарат, действующий на очаг поражения. Три режима работы магнитного поля Алмага Плюс способствуют усилению кровотока, снятию отека, боли и воспаления. Алмаг Плюс. Молодость для спины и суставов. Только сейчас приобретайте аппараты Алмаг Плюс по сниженной цене. В магазине Медтехника на Гагарина. Рекламное агентство Макс Медиа. Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство Макс Медиа. Живи с нами в одном ритме. На одном дыхании. В одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. Время новостей Сочи в эфире в студии Ксения Синявская. И теперь мы отправимся в микрорайон Кудепста. Сейчас там идет прокладка коммунальных сетей и строительство объектов и инфраструктуры. Объем работ большой. Что уже сделано, показали мэру Сочи Алексею Капайгородскому. В Кудепсте идет активное строительство социальных объектов. Это детский сад на 550 мест и школа на 2000 учеников. Новое здание необходимо обеспечивать водой, теплом и электроэнергией. Поэтому большое внимание уделяется развитию коммунальной инфраструктуры. Алексей Капайгородский говорил о необходимости правильного планирования при прокладке коммуникации в новых микрорайонах. Главное оперативно анализировать все, что происходило в прошлые годы, в прошлое время. И сейчас в этом году обязательно вот эти все места сложно убирать. Потому что город достаточно растяженный и сложности вопросов подключения не всегда здесь играют. С учетом рельефа, богов и всех процессов, которые сегодня испытывают. О том, что новые коммуникации прокладывают, учитывая геологические особенности Кудепсты, главе города рассказал главный инженер муниципального предприятия Сочи Теплоэнерго Роман Кузнецов. Все проводимые строймонтажные работы запланированы по проекту. На проекте определены геодезические отметки с привязкой. И все работы ведутся согласно графику и по проекту. И будут выполнены в срок. Отмечу, что большая часть работ по прокладке новой теплотрассы уже выполнена. Специалисты уложили почти 12,5 километров труб. Также в Кудепсте идет масштабное строительство сетей водоснабжения. Здесь мы строим магистральные сети водоснабжения и канализации. Предусмотрено строительство от поселка Кудепста до села Верхнениколаевского и дальше до поселка Орел и Замрут сетей магистральных сетей водоснабжения диаметром 200-400 миллиметров протяженностью 26 километров. На реализацию этого масштабного проекта планируют потратить почти 5 миллиардов рублей. А для того, чтобы в домах жителей всегда горел свет, на подстанции Кудепста провели капитальный ремонт. Там установили новое оборудование. В ходе реконструкции мы заменили два трансформатора с 2 по 16 мегавольтам, 2 на 25. То есть мы трансформаторную мощность и возможность нового тех присоединения, и как следствие развития территории, увеличили в два раза. По словам специалистов, мощности обновленной подстанции хватит, чтобы покрыть все потребности почти 30 тысяч жителей Кудепсты. Сочи стал лидером безналичных расчетов. В ходу на курорте все чаще банковские карты. Единственным местом, где туристы не всегда могли оплатить услуги пластиком, до недавнего времени оставались пляжи. Ранее там рассчитаться за зонт или шезлонг можно было только наличными. Но сейчас ситуация изменилась в корне. Теперь оплату карты принимают минимум на 40 пляжах. И все благодаря проекту «Привычный Сочи безналичный». Можно тогда два оплатить по карте? Да, конечно. Вот так, прямо с шезлонга, вместо наличных средств, теперь можно оплачивать картой, что намного удобнее и безопаснее. Людям так больше, удобнее. 90% людей наших гостей оплачивает картой. Проект «Привычный Сочи безналичный» был создан для увеличения доступности бесконтактных платежей как для жителей, так и для гостей города-курорта. В настоящее время на 40 городских пляжах уже на 100% модернизирована банковская инфраструктура и на 42 на стадии завершения. На территориях сочинских пляжей и парках отдыха размещены наклейки с логотипом проекта. Также представители банковской сферы ведут разъяснительную работу с предпринимателями о возможностях и удобствах безналичных расчетов. Более 700 объектов в Сочи модернизировано по системе быстрых платежей, что позволило увеличить поступление налога по ОСН на 41% по сравнению с первым полугодием 2023 года. 20 сентября исполнится ровно 65 лет Сочинскому отделению Союза журналистов России. На курорте уже готовятся к юбилею. В преддверии праздника у многих появился интерес к истории и традициям сочинской журналистики. С чего все начиналось, об этом и не только. В студии программы подробно рассказала известный журналист, первый диктор сочинского телевидения Алла Журавлева. Самое главное в журналистике – это репутация. Репутация. Если у вас ее нет, вас не будут знать, вас не запомнят, к вам не пойдут. Не распускать слухи, а нести доброе, вечное. То, что делают сегодня блогеры, понимаете, вот это очень опасный плац сегодня, так называемой журналистики, это очень опасно. Потому что то, что происходит вообще, конечно, с этим делом, это что-то надо делать. Принципиальное отличие 60-е, 80-е телевидение и сейчас? Ну, это совсем все разное. Что хорошее можно забрать с того времени, сейчас, на сегодняшний день? Прежде всего, профессионализм. Потому что сегодня не хватает, я думаю, журналистам, прежде всего, знаний образованности и вообще понимания, что такое экран, что такое телевидение. Полную версию программы подробно смотрите сразу после выпуска новостей. Также она доступна в наших ВК-видео «Сочи-24». В Сочи прошел масштабный турнир по бильярду. Его участниками стали юные спортсмены. Первенство Южного и Северокавказского федеральных округов состоялось при поддержке Департамента физической культуры и спорта администрации Сочи. Как прошли соревнования и что нужно, чтобы стать юным чемпионом по бильярду, выяснила Дарья Крыжичковская. Закатить шар не самое главное. Кажется, что бильярд – размеренный вид спорта, но это лишь на первый взгляд. На самом деле внутри игроков обычно бушуют эмоции, с которыми не каждый может справиться. Дмитрий Исаков приехал в Сочи из Ставрополя, чтобы специально участвовать в турнире. Он играет в бильярд 8 лет. Начинал, когда ему самому было всего 9. Хотел бросить, но он уже у меня в душе. Я уже не могу без бильярда. Я уже зависим от него. Этот турнир для меня значит многое, потому что я не так много турниров выигрывал. И если я займу как минимум второе место, это уже для меня будет успех. Психологическое состояние прямо влияет на результат. Именно этому и учат юных бильярдистов. Возраст участников от 8 до 19 лет. Город Сочи представили 36 юных бильярдистов. Они воспитанники спортивной школы номер 13. Также участниками турнира стали спортсмены из Новороссийска, Ростова, Волгограда, Ставрополя и других городов. Здесь присутствует более 150 участников. Конечно же, сегодня глава города Сочи Алексей Сергеевич Копайгородский уделяет большое внимание развитию спорта, развитию физкультурной территории города Сочи. Выполнение нормативов ГТО и бильярд у нас с этого года вообще вошел в программу спортивных школ. В этом году в городе Сочи открылось первое в Лидерном федеральном округе отделение именно спортивного бильярда. Почетным гостем турнира стал Айк Зибелян, президент Федерации бильярдного спорта по Краснодарскому краю. Он дал напутствие юным спортсменам. Я смотрю сейчас в глаза этих детей, я вспоминаю себя, я наслаждалась. Я бы хотел, чтобы в далеком 80-х были такие турниры, где мы имели возможность. Но раньше, к сожалению, был бильярд немного иной. Это была игра для взрослых. Сегодня это очень молодая игра и чемпионы мира сегодня становятся с 15-16 лет. Из всех видов русский бильярд по праву считается самым зрелищным. Обычно матч состоит из нескольких партий, и чем ближе решающий розыгрыш, тем выше накал страстей. От спортсменов требуется максимальная сосредоточенность. Чтобы забить шар в лузу, мало рассчитать правильную траекторию удара. Нужно уметь держать эмоции под контролем. Именно этому учат юных спортсменов в отделении бильярда муниципальной спортивной школы номер 13 города Сочи. Зачисление в школу на начальный этап спортивной подготовки возможно с 9 лет после сдачи нормативов. Обучение абсолютно бесплатно. Всю интересующую информацию можно получить по телефону. Дарья Крыжечковская, Дмитрий Говорков. Время новостей. И на этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале Сочи24ТВ и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через месседжер WhatsApp. Номер на вашем экране. Информационные вещания нашего телеканала продолжают выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Наводнение в Ливии принесло наземные мины. Печальное наследие многолетней гражданской войны. Теперь перед жителями полуразрушенного города Дарна встал трудный выбор – оставаться в пострадавших районах, несмотря на нехватку пресной воды, или уходить и в любую минуту быть перед угрозой взрыва. Хамат остался без крова, но решил не покидать город. Хочет наводить порядок после стихийного бедствия. Но многие люди растеряны и не знают, как быть дальше. Наводнение обрушилось на Дарну 10 сентября ночью. Шторм Даниэль принес сильный ветер и ураганный ветер. В горах над городом прорвало две дамбы. Вниз хлынул поток воды высотой в два этажа. Наводнением смыло целые кварталы. Разрушены почти 900 зданий. По данным ливийских властей, погибли более 3000 человек. В ООН называют другую цифру – 11300. Кроме того, пропало без вести от 10 до 20 тысяч. Местный житель Мохаммед не знает о судьбе 48 своих родственников. «Мой 19-летний племянник пришёл спасать своих родственников, но утонул. Мы выжили. Я спас своих мать и сестру. Племянник хотел помочь и спасти других родственников, но утонул. Мой брат, его жена и дети жили недалеко от моря. Вся семья пропала. Мы даже не нашли их тел». Пострадавшим во время наводнения оказывают медицинскую помощь. Ливийским медикам помогают бригады врачей из Франции, Туниса и других стран. Шторм Даниэль стал самым смертоносным в мире после циклона Наргиз, который обрушился на Мьянму в 2008 году. Тогда погибли 90 тысяч человек, более 50 тысяч пропали без вести. По предварительным оценкам, шторм Даниэль нанёс ущерб в 2 миллиарда евро. Еду и временное убежище предоставляют марокканские военные людям, оставшимся без крова после разрушительного землетрясения. Городок Амис-Мис в числе наиболее пострадавших. В этом палаточном лагере живут более 1500 человек. Солдаты круглосуточно готовят для них еду. Первыми обслуживают женщин и детей, потом мужчин. «Военные дают нам лекарства, узнают, не болен ли кто-нибудь и лечат нас, если необходимо. Они приходят даже ночью, чтобы узнать, всё ли в порядке и не нужно ли нам чего-нибудь». Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в регионе Маракеш-Сафи 8 сентября. Эпицентр находился в Атласских горах. Больше всего пострадали небольшие города и деревни в провинции Эль-Хаус. Всего погибло почти 3000 человек, более 5500 получили травмы. Спасатели ещё разбирают завалы и ищут выживших. Но сейчас операция переходит во вторую стадию, когда приоритет отдают поддержке пострадавших. Людей стараются обеспечить временным убежищем, едой, водой и лекарствами. А в этом лагере в Амис-Мизе делают игровую площадку для детей. Её добровольно строят рабочие местной компании по добыче фосфатов. Я очень рада, что они делают это для нас. Очень рада, что смогу поиграть. Родители надеются, что игровая площадка поможет их детям забыть о том, что они пережили во время стихийного бедствия. Это землетрясение стало самым смертоносным в Марокко с 1960 года и самым мощным за последние 120 лет. Власти страны обещают выплатить по 3000 долларов каждой пострадавшей семье. Кроме того, людей обеспечат временным жильём. 14 человек погибли в результате авиакатастрофы на берегу реки Риу-Негру в бразильском штате Амазонас. Лёгкий самолёт Embraer-Bandeirante летел из Манауса в Барселус. На борту находились два члена экипажа и 12 бразильских туристов, которые собирались порыбачить. Тела погибших уже доставили в столицу Амазонаса. Полиция ведёт расследование. «С нашей стороны было бы легкомысленно сейчас говорить о причине катастрофы. Именно поэтому руководство аэронавтики не устанавливает срок завершения расследования, чтобы не было слухов. С уверенностью можно сказать только одно – во время катастрофы шёл сильный дождь». По мнению губернатора Амазонаса, пилот мог выбрать неправильное место для посадки из-за плохой видимости. Он также добавил, что в этом регионе часто идут ливни. Embraer-Bandeirante – это двухмоторный турбовинтовой универсальный самолёт. В гражданской авиации его использовали для перевозки пассажиров на ближнее расстояние. Такие самолёты выпускала бразильская авиастроительная компания Embraer. Производство длилось с 1968 по 1990 год. По данным веб-сайта Aviation Safety Network, с начала эксплуатации в 1973 году по 2019 год было утрачено 98 таких самолётов. Причиной стали авиакатастрофы либо серьёзные аварии. В этих происшествиях погибли более 550 человек. Тест-драйвы, как обычно, станут главной отличительной чертой североамериканского международного автосалона. Будь то Форд или Массерати, для потенциальных покупателей всегда важно не только увидеть автомобиль, но и оценить его возможности. Так что гости мотор-шоу в Детройте смогут проехать по крытой трассе, а также по некоторым участкам гоночного трека. «Мы покупаем автомобиль, который отразит наш внутренний мир. Если к выбору машины относиться серьёзно, то нужно сравнивать. А где ещё это сделать, как не на автосалоне в Детройте или под Мюнхеном? Демонстрация важна». В последние годы на автосалонах становится всё меньше участников. Производители предпочитают экономить, поэтому проводят онлайн-презентации. Но на этом мотор-шоу в Детройте традиции возвращаются. Свои автомобили и концепты представят 38 брендов – от Альфа-Ромео до Фольксваген. Примечательно и то, что в автосалоне участвует Тесла, которая обычно игнорирует такие мероприятия. «В этом году на выставке представлено всё, что только можно вообразить. Повсюду экзотика, роскошь и мейнстрим». Телеканал «Сочи-24» приглашает провести вечер за просмотром французской комедии «Бобро поржаловать». Судьба заносит Филиппа, семьянина и топ-менеджера почтового офиса в маленький городок на севере Франции. С виду нормальные люди, жители этого городка, говорят на абсолютно непонятном наречии. Вместо «С» они говорят «Ж», а для самых обычных вещей имеют ужасно смешные эквиваленты. Переодолев столичное высокомерие, Филипп выучивается новому языку и проникается такой симпатией к простодушным жителям городка, что вскоре начинает пугать жену и бывших коллег. Чем закончится эта история, вы узнаете, посмотрев фильм «Бобро поржаловать» в этот вторник, 19 сентября в 21.00 на телеканале «Сочи-24». Приятного просмотра! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...